Гонор промысловой Галины и сельско-господарчего машинобудования. До форума регионов Белоруссии и России примирковали международную выставу Белагра. Найбуднейшая экспозиция такого кшталту открылась на территории футбольного манежа в Минске. Об экспонентах от Гомельщины репортаж Марины Северяновой. До приезда официальной делегации больше к 2 годины. Сдавалось, за этот час можно быть все экспозиции. Но площадь для Белагра внутри манежа и территории звонка настолько необдимная, что разглядать выставу можно день напролет. На угоходе выстава Гомсельмаша. Два семи представленных агрегатов, инновационные модели. Зернеуборочный комбайн для фермерских господарок GS200 и кормоуборочный FS450, призначенный для господарок с великой колькостью буйной рогатой живелы. Зараз обо два узоры на стады выпробований, которые протягнутся и после удела в выставе. Спыняемся побач с GS200. Максима, в наступном году комбайн можно будет увидеть и на палетках. Данная модель, мы рассчитываем, что она позволит завоевать нам новых покупателей в странах Африки, Средней Азии, в странах СНГ, таких как Таджикистан, Туркменистан, Армения, Азербайджан. То есть там, где мелкоконтурные поля и, соответственно, есть необходимость в таких машинах. Сельгаз машинобудования на Белагра представлены и предприемствами Гомель Абл Агросервису. Так, свои экспозиции у Мазыр Техсервису, Светлагорского Агросервису, Гомель Абл Агрокомплекту и Калинковицкого ремонтного механичного завода. На выставочных пляцовках техника и живолагодушие обсталявания. Это новые узоры, которые только-только с поспехом справились с техничными выпробованиями и заразь поставляются на белорусские и российские рынки. Вот одна из новинок Гомель Абл Агросервису. Техсервис представляет на выставке Белагра сегодня зерновую селку СЗС-4,2. Значит, селка универсальная, она предназначена для посева не только зерновых культур, семян зерновых культур, но и для подсева трав. Это очень важно. Важно то, что сама селка предназначена для таких почв, тяжелых, суглинистых, которые преобладают у нас на Гомельщине. Поэтому это воспринято нашими аграриями довольно положительно и уже реализовано у нас только в нашей области порядка 60 единиц. Важность удела всех предприемств холдинга Гомельска мясомолочная компания ухоловной национальной выставе обумолена его экспортной ориентованностью. За пандемией пришлось нелегко, а особливо складанным был красавик. Але холдинг знайшов выйти. Поколь иншие краины только выходили на пик по расповсюживанию коронавирусной инфекции, у Китая ее уровень пошел на спад. И для гомельских вытворцев это стало махчимостью нарушивать поставки продукции миновиты туды. В той период у Китая отправили больше 20% цельномолочной продукции. Отрималось ввысь на промыя контракты с этой краиной и зараз, например, практически 90% сухой сыроватки экспортуют миновиты туды. У целом холдинг все лета повели, что продаж за межу на 120%. Рентабельность от экспортных отгрузок складает 10%. А кроме того, предприемства холдингу распроцовывают новые харшовые бренды. Хотим представить новый вид продукции. Это сыр Рогачев с ароматом сгущенного молока. Кто не знает наш Рогачевский МКК, сгущенку знает, наверное, весь мир. Мы хотим и сыр сделать таким же брендовым, как и наш общий мировой бренд по сгущенке. Поэтому вот пробуйте. Новые линейки продукции у мясной голени. Например, новые колбасы по гостям. Вытворцы кажут, что их смак не быта с дятинства. Спожурцы загаджаются. Я такая любительница колбасок всяких. У вас очень вкусная. Особенно московская мне понравилась. И хорошо, что вы держите марку. По-прежнему все очень вкусно. Удачи вам всем. За годину до завершения первого выставочного дня Белагра наведывает делегация начали со старшиней. Гомельского облаканка Магеннадьем Соловьем и губернатором Бранской области Александром Богомазом. Особливую цикавость у российского боку выкликают новые модели сельско-господаршего машинобудования. Кошт, могутность, правнание с европейской техникой. Презентовать промысловый потенциал региона отказано. Это залог новых взаимовыгодных контрактов. Наша задача сегодня показывает то, что мы производим. И область наша промышленная и должна показывать тем, чем занимаются. Особенно то, что оборудование для доильных залов, оно необходимо. Сейчас разработаем новый проект. Карусели в следующем году реализуем на территории нашей области. Поэтому это для продвижения на рынок России. Потому что нас важно не зацикливаться на одном регионе, в частности нашей области или других регионов. Поэтому мы анонсируем то, что сегодня наши комбайны работают в плане и газомоторные на территории области. И мы должны их дальше продвигать на территории России и других регионов наших соседних государств. Потому что для нас это важно. Потому что от этого зависит от благополучия предприятий, в том числе уровень заработной платы. Новая сель газтехника обстелевания, якая вырабляет промысловый сектор Гомельщины, цікавая для аграрей Обранщины. Этим обумолены такие потребительные диалоги губернатора российского региона с белорусскими специалистами побольше с каждой экспозиции. Новые контракты докладно будут, уповнены Александр Богомаз. Поразила техника и оборудование для мощно-товарных ферм. Это и доильные залы, это и саночное оборудование, вот это и танки для молока, которые, почему я спрашиваю, и стоимость, и что, как, то есть как они производятся, с чего производятся. То есть они сегодня, я понимаю, что они ничем не уступают европейским аналогам, но по цене, по цене намного дешевле, чем то, что покупают наши производители за рубежку. Все это у выставе «Белагра» удельничают калят 300 компаний из полутора десятка Украин. Утым леку с Германии, Эстонии, Венгрии, Италии и Китая. Самый буйный национальный форум будет працовать до четвертого костричника. Варена Северьянова, Андрей Иванов, Телераде, компания «Гомель» из Минска.